От Кристофера Нолана, режиссёра, который гарантирует стояк фанатам, к чему бы он не прикоснулся, грядёт продолжение истории о Бэтмене и его непрерывной борьбе с раком гортани. Тёмный рыцарь в городе, где школьные автобусы невероятно удобно ездят друг за другом, показан новый взгляд на историю Бэтмена, в котором нет дебильных Бэтсосков, но зато есть абсолютно нереалистичные гаджеты, вроде Бэтмашина-резки, Бэт-ствола-сгибателя, Бэт-брони, который выдержит падение с любой высоты, но пробивается пулей. И Бэт-девайса, который непонятно как превращает каждый мобильник Готэма в сонар, передающий огромный объём информации прямо Бэтмену в глаза. Ха, да как это возможно? Я пять минут Angry Birds качивал. Безмолвный страж, которому насрать на многомиллионный ущерб городу и частной собственности людей. Джокер испытает Бэтмена как никогда прежде, когда оставит двух заложников в двух разных местах, что почему-то означает, что Бэтмен и полиция Готэма не смогут добраться до обоих одновременно. Фильм с не очень-то тонкими предзнаменованиями, либо ты умираешь героем, либо живёшь до тех пор, пока не станешь негодяем, что помогает вам принять превращение Харви в злодея, которое вообще не вписывается в персонажа, и герой, берущий на себя вину, потому что так будет лучше для города. Я убил тех людей. Нет, нет, ты не такой, нет. Я буду таким, как нужно Готэм. Погодите-ка, почему они не могли просто обвинить Джокера? Он весь фильм людей убивал. Очернение Бэтмена, это же нелогично. В ролях. Кирпичное лицо. Сестра Джеки. Братья Цыплята. Расти Грисвальд. И бородавка возле глаза. Попробуй теперь её отсюда не заметить. Тёмный рыцарь. А до кого мы обманываем? Этот фильм офигенен. Скажи нам, что фильм вы любите видеть, как honest трейлер. И оставь комментарий, что вы хотите мне сказать в следующий раз, в моих замечательных лицах. Смолсбери. Пупфиддлс. Блоккеншпил. Блоббл. Они хотят защитить нашу айс-крибу, но Фрейзер не мог слушать.